Петербург может остаться без вязов. Для борьбы с эпидемией гафиоза комитет по природопользованию планирует масштабные вырубки деревьев. Специалисты отмечают пораженные деревья краской. В течение осени их должны срубить. Под отстающей корой личинки жуков-вредители. Если зараженные вязы не уничтожить, весной насекомые отправятся осваивать и другие деревья. И заодно перенесут на себе грипп афистома вязовая. Именно он убивает пациента в 100% случаев. В первую очередь, конечно, пострадали южные районы Пушкинский и Колпино, поскольку это место первичного появления заболевания. Оттуда все началось. Насколько я помню, в Пушкинском районе уже почти не осталось вязов и в Колпино тоже уже остатки. Сейчас чиновники заканчивают мониторинг и выписывают последние порубочные билеты. Приходится спешить. Скоро начнется листопад и отличить больные деревья от здоровых будет невозможно. Масштабы работ огромные. В городских посадках вязы занимают второе место после лип. Чтобы ваша улица с вязами не превратилась в кошмар с сухими ветками, отваливающимися корой и жуками-заболонниками, деревья необходимо срубать при первых признаках заражения. Если в вашем дворе растут вязы с сухими листочками, свернувшимися в трубочку, можете сообщить об этом в Комитет по благоустройству или районную администрацию. Знают ли о ваших деревьях чиновники, можно проверить на специальном сайте. Аллея на улице морской пехоты, например, обозначена там желтым цветом. Это означает действующий очаг поражения. За последние несколько лет в Петербурге погибло почти половина вязов. Этой осенью планируют вырубить не меньше пяти тысяч. На их месте высадят липы или другой сорт вязов, устойчивый к заболеванию.